Друзья, всем привет! У нас сегодня будет обзор авторынка на сегодняшний день. Эмоции подулеглись, можно как-то попытаться с холодной головой рассудить, оглянуться вокруг и понять, что происходит. Смотрите, очень важная сейчас информация. В связи с тем, что вот эти ходят слухи, блокировка YouTube и так далее, чтобы нам с вами не потеряться, вы были в теме авторынка, покупки, продаж и всего автобизнеса, обязательно подпишитесь на Telegram, ссылки на него будут в описании. Ну а мы с вами давайте пойдем в тему и разберем несколько вопросов. Смотрите, мы пойдем о частниках, поговорим, что происходит в сфере покупки, продаж у частников, потом поговорим о дилерах и в конце поговорим о перекупах вообще автобизнеса, что сейчас происходит, как покупать, продавать, по каким ценам и вообще что делать. Поехали! Как только началась эта ситуация, что наблюдалось на рынке? Во-первых, основная масса людей, кто продавал автомобили, я сейчас о частниках, коих вообще в принципе мало на рынке, но тем не менее, кто продавал, кто не опомнился, не поменял ценники, не снял машину с продажи, просто не понимая ситуации, многие продали автомобили, особенно это были свежие машины, в хорошем состоянии, и по достаточно хорошим ценам, ну скажем так, недешевым, рыночным, их купили. Купили, естественно, не для того, чтобы ездить у них, купили для того, чтобы куда-то засунуть деньги, то есть многие поняли ситуацию буквально с первых часов всех событий и начали засовывать деньги, поэтому многие частники продали, так скажем, еще не понимая цен, не понимая ситуацию, просто они продали. Я даже более того, я скажу, я сам так получилось, что продал машину буквально в первый день всех этих событий, ну о чем немножко, честно скажу, так пожалел потом, подумал, что, конечно, лучше, возможно, деньги были бы в машине, но что говорить, то что было, то было, поэтому многие продали. Вторая категория частников, это люди, которые задрали ценник, они посмотрели на эту всю ситуацию и поняли, что продавать они не хотят, дай-ка я поставлю цену там вообще какую-то космическую, и если они покупали новый Solaris там за миллион триста, миллион четыреста, то они сейчас там поставили миллион шестьсот, миллион семьсот этот новый Solaris свой там двадцатого года и ждут или клиента ждут, может быть, мало ли, авось кто-то купит, ну чтобы не прогадать наверняка, или просто они сидят на этом автомобиле, чтобы его как бы и не продавать, да, по этой цене. И третья категория частников, это люди, которые просто сняли машины с продажи и поставили все на паузу. На самом деле таких людей большинство, и я их понимаю, так как вообще ничего не ясно, что сейчас происходит, неясен рынок, непонятно, как вообще формируются цены, поэтому многие просто сняли машины с продажи и все, и сидят, ожидают, что будет дальше. И таких людей большинство. Вопрос такой, для людей, кто хотел купить машину, покупать сейчас, не покупать, продавать, не продавать, давайте начнем с тех, вот, кто хотел купить. Ребят, если у вас есть такая возможность, если у вас есть финансы, и вы уже вот понимаете, что все, в принципе, я готов покупать, можно покупать. Объясню почему. Сказать, что глобально упадет рынок, машины будут никому не нужны, тоже сложно. И ожидать, что упадет рынок, ну, на протяжении последних лет у нас ничего не дешевело, и поэтому я бы, наверное, склонялся к тому, что покупать. Но, если у вас денег нет, это кредит, сейчас кредит не выгоден под какие-то сумасшедшие ставки, я бы, наверное, не залазил в какие-то кредитные обязательства, покупать по мере возможности что-то максимально свежее, максимально ликвидное, чтобы, если что, вы могли эту машину продать в любой момент. То есть не надо брать какой-то старый дрова, в который еще куча денег надо вложить. Я думаю, что это сейчас неподходящая история. По поводу продажи, продавать ли сейчас автомобиль. Друзья, если это вынужденная мера, то вопрос у вас так не стоит. Если у вас кредит, который вас тянет, и вы понимаете, то что, а куда деваться? Вы даже не сейчас отталкиваясь от моих советов, вы будете продавать машину. У вас нет выбора, по сути. Поэтому, конечно, придется продавать. Если у вас нет вынужденной меры, и вы сидите и думаете, как бы хотел обновить автомобиль, мой вам совет, зайдите сейчас на площадке, позвоните дилерам, приедьте к ним, посмотрите, что вы купите другое за эти деньги, или сколько вам придется добавлять. У меня сейчас была такая ситуация, ко мне обратился человек, говорит, я хочу продать автомобиль, что-то не подошел, там, китаец, вот, хотим какой-то другой. И знаете, что произошло? Он взял день подумать, и в этот день он зашел на площадке, посмотрел цены у дилеров, и понял, что лучше он покатается на своем. Так, если бы он поспешно продал, он бы ничего не купил другого. Поэтому здесь вопрос не в том, что продавать нет, а вопрос, что вы купите другое за эти же деньги, или сколько вам придется добавлять. А добавлять вам придется много. Поэтому здесь взвесьте все хорошо, а потом принимайте решение. Но если все-таки вы ждете от меня рекомендации, Игорь, ну, подожди, ну, помоги взвесить, возьмите чуть-чуть паузу по поводу продажи. Если невынужденная мера не горит, возьмите паузу, подождите, посмотрите, как поведет себя рынок, потому что судить пока рано. Судить мы сможем где-то через, дай бог, неделю, там, полторы-две, а то и месяц. Идем дальше. Давайте поговорим, что происходит у дилеров, у производителей, кто приостановил поставки, производство, и что творится на рынке новых автомобилей, покупать, не покупать, продавать, не продавать. Итак, я сейчас зачитаю марки, которые приостановили производство. Мы разберем, почему, что они говорят и так далее. Такие марки, как Audi, BMW, GM, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover, они кто-то прекратил поставки в Россию, кто-то приостановил производство у нас внутри страны. По некоторым причинам. Мы с вами все примерно понимаем, по каким. Но официальных заявлений не было. Никто официально не утверждал, что вот потому, что вот так мы больше не поставляем и уходим с рынка. На самом деле очень много дезинформации, такой, как все, они ушли с рынка, больше не будет. Ну подождите, друзья. Я думаю, что вложив миллиарды в российский авторынок, понимая, что это огромный кусок пирога, на эмоциях просто сейчас уходить с рынка, ну это тоже какая-то глупость на самом деле. Поэтому давайте пока не будем сами себя дезинформировать, нагнетать панику. Я думаю, что это в связи, да, мы понимаем, в какой ситуации. Просто сейчас люди взяли паузу, они смотрят на развитие событий и так далее. Трудности с логистикой. У нас, допустим, что касается Лады, вас, трудности с производством. Нет комплектующих. Они там, по-моему, с конца февраля вообще останавливали производство, потом вроде как возобновили. Так как комплектующие многие, да, поставляются из-за границы, они сейчас вроде как ищут поставщиков и так далее, и так далее. Кстати, марка Вольво тоже прекратила поставки запчастей, Вольво, Скания. И, ну, в этом есть сложности определенные. Теперь, что касается цен на новые автомобили. Вы понимаете, что я кручусь в сфере авторынка, вижу и слышу, что говорят. Во-первых, новых автомобилей остается все меньше и меньше. Естественно, так как поставки прекращены, и сейчас будет с этим очень большая проблема. Я слышу такие истории, что люди приходят в автосалоны даже за премиальными автомобилями дорогими. Вот вчера общался с одним из своих друзей. И он говорит, его там начальник где-то на работе, имея возможность, пришел в дилер Porsche, хотел купить новые автомобили. Он говорит, их просто нет. Все, вот их буквально разбирают на глазах. Также появляется много в сети фотографий ценников автомобилей. Там Hyundai подняли цены. Какой-нибудь Solaris стоит 2,5 миллиона, 3 миллиона рублей. Но мне кажется, друзья, что это не совсем такие цены, как вам сказать, продажные. Мне кажется, это поднятие цен сейчас для того, чтобы не прогадать. То есть они закупились по старым ценам. Да, у них стоят автомобили. И они понимают, сейчас если они отдадут по вот этим ценам, там Solaris, по миллион 300, миллион 400, которые были, то что дальше, они не знают. И чтобы не прогадать, я думаю, они поставили такие ценники, чтобы как бы сдержать даже продажи. Ну, потому что люди сейчас, естественно, на этой панике, они сметут все. И коль уж если не продадут они что-то, да, потребителю, то пусть это будет там в три дорога, по их мнению. Как пример, допустим, если вы зайдете на сайт Mazda, вот у меня товарищ не так давно приценивался, там, новая Mazda, шестерка, то сейчас на сайте написано, там, предложение 2,700 миллиона, вроде как новое, нажимаешь забронировать, ценник выдает 4,400. Вы понимаете, за Mazda 6 4,400 у меня большой вопрос, друзья, к вам, кто их будет брать? Ну, по 4, по 5 миллионов, там, Mazda 6, понятно, когда у людей паника, люди хотят сохранить свои сбережения, они, естественно, будут хоть куда-то вкладываться. Здесь рекомендовать что-то сложно, потому что никто из нас с вами не может предсказать будущее. Еще буквально там 2-3 недели назад мы знать не знали и думать не думали, что могут произойти какие-то события, которые так повлияют на экономику в нашей стране. Поэтому сейчас я рекомендовать не буду вам, что вам делать, покупать новый автомобиль по каким-то ценам вот этим, не покупать, но скажу одно, как я вижу, что поступают люди. Многие, опять же, поставили все на паузу, просто сидят, ждут с деньгами, что будет дальше. Поэтому тут уже решать вам. Давайте теперь перейдем к перекупским делам, поговорим немножко о перепродаже, что на вторичном рынке, как сейчас чувствуют себя перекупы, автодилеры, да, ну, я имею в виду частные автодилеры, так их назовем, профессиональные продавцы и так далее. Начнем с запчастей и гаджетов, кстати. Очень важная ремарка. Помимо того, что производители там прекратили поставки новых автомобилей, но также комплектующих запчастей в том числе, пока еще запчасти есть у нас, да, в магазинах, на полках и так далее. Но как минимум, если вы покупаете сейчас колодочки, мой вам совет, купить две пары. Ну, то есть, вы понимаете, про запас. Если вы покупаете какие-то расходнички, ну, купите еще там про запас, мало ли что. Не надо единственная сметача с полок бежать в панике, не надо, ни в коем случае. Ну, просто про запас, одну-две пары, они у вас никуда не делаются, можно купить, ничего страшного. Что касается остальных гаджетов, таких как, ну, вы знаете, ваш покорный слуга уже давно рассказывает вам о таких приборах. Сейчас это не реклама, я просто оповещаю, что происходит на рынке. Это все-таки смежная с автомобилями тема, лаунчи. Они подорожали, немного подорожали, то есть, там, буквально на тысячу-две, но что будет дальше, непонятно. Поэтому, если вы хотели купить, возможно, самое время. То же самое, вот видите, я всегда с собой ношу толщиномеры. Вот толщиномеры, кстати, пока еще не подорожали, пока еще. Поэтому, опять же, если были в мыслях купить гаджеты, я думаю, то же самое время, так как неизвестно, что будет в этой сфере. Что касается продаж машин у перекупов. Что наблюдалось? Свежие машины продались достаточно быстро у многих. Так как, во-первых, я, как бы это ни казалось странным, не прозвучало сейчас, но многие перекупы, они не сориентировались по ценам. Произошла ситуация, у людей стояли машины в продажах, и они подумали, ну, окей, как бы, ладно, ну, я продам. И свежие японцы, корейцы и так далее у многих продались быстро. Старенькие машины, я слышу, так как я общаюсь, у нас есть чаты, там, открытые, закрытые и так далее. Я общаюсь много с кем, ссылки будут на чаты в описании. Старенькие машины у многих висят. Но висят, почему, я думаю, волна еще не дошла. То есть люди, естественно, побежали вкладываться в максимально свежие автомобили. Так как, что такое машина сегодня? Это не просто, там, ресурс, кататься, ездить и так далее. Сегодня это вложение денег. Чем свежее автомобиль, тем он дольше сохранится в цене. Согласитесь, купить сейчас старого немца, это достаточно такая авантюрная ситуация. Поэтому старые немцы, там, старые машины какие-то у перекупов, во многом, они как бы повисли. Но, опять же, вернусь к мысли, что это просто вопрос времени, волна пока не дошла. Сейчас сметут все из автосалонов, сметут все свежие машины с рынков и дойдет время до старых машин. Поэтому тут вопрос времени. Многие перекупы сняли машины с продажи. Непонятен рынок, по ценам сложно сориентироваться. И, в принципе, отчасти это здраво. Так как сейчас-то продать ты ее продашь, очень возможно, даже быстро, если машина хорошая. Но, как минимум, купить что-то будет сложно. Теперь давайте перейдем к покупке автомобилей в сфере перепродаж. На площадке с объявлениями вообще было сложно что-то найти. И до всех этих событий. Сейчас-то вообще, я просто даже не знаю, у меня слов нет, насколько сложно найти сейчас машины. Но, но, есть один небольшой нюанс. С одной стороны, все в панике и кричат, слушай, что делать? Ну, машин нет нормальных продаж и все сняли и так далее, и так далее. Но, я предвижу ситуацию, что сейчас пройдет время. Надо не забывать, что у нас на протяжении предыдущих нескольких лет все накачивалось кредитами. Люди были закредитованы. Многие машины, которые мы с вами видим, мы удивляемся, откуда у него такая тачка. Многие люди покупали эти машины в кредиты. И сейчас вопрос времени, когда эти машины начнут появляться в продаже. И я вам больше скажу, я вам приоткрою немножко завесу автобизнеса. Многие из этих машин, они просто даже не дойдут до площадок с объявлениями. Так как люди обратятся там в выкуп и так далее, и так далее. Кстати, если вам нужно будет, чтобы вам сделали все это под ключ, чтобы вам привлечь этих людей, этих клиентов, которые не дойдут до площадок, но чтобы они пришли к вам, услуги по настройке рекламы и всего прочего, у нас есть на сайте ссылочки в описании. То есть мы это все делаем, обращайтесь, сделаем все хорошо, качественно. По крайней мере, вы сможете подготовиться, чтобы оказывать услуги по выкупу кредитных и залоговых автомобилей. Поэтому ссылочки в описании, обращайтесь, готовьтесь заранее. Я предвижу вопрос многих. Хорошо, Игорь, это все понятно, но вот есть деньги, и надо что-то покупать сейчас. Ну, а что сидеть? Что купить? И эти вопросы на самом деле мне приходят в личку. Хорошо сейчас покупать максимально свежие, максимально ликвидные автомобили. Мой совет вам, не влазите сейчас в авантюры, типа каких-нибудь ранжроверов и всего прочего. Даже если вы и покупаете такие авантюрные автомобили, ну, покупайте их по таким ценам, чтобы вам точно не попасть. Потому что вы представляете, сейчас ценник поднимется, возможно, и на запчасти. В случае с ремонтами и так далее, вы рискуете попасть в очень неприятную ситуацию. Задайте себе вопрос, что сейчас люди будут покупать? То есть вы купили машину, вы же ее будете потом продавать, не просто ездить на ней. Что они будут покупать? Сейчас, опять же, ситуации с доставками, такси, там, да, люди многие пойдут работать, возможно, потеряют работу. Это все грустно, это печально. Возможно, я рассказываю все так очень энергично, но на самом деле на душе у меня очень печально от всех этих событий. Друзья, ну, такой был обзор авторынка на сегодняшний день. Я буду держать вас в курсе. Чтобы как-то быть в теме, если кому это интересно, обязательно подпишитесь на телеграм-канал, чтобы не потерять в связи с этими всеми новостями о блокировках ютуба и так далее. Ссылочки будут в описании. Будем на связи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok